Стоим мы возле Конгресса Остина. В общем, этот Капитолий, можно сказать, злобный брат-близнец Капитолия в Вашингтоне. Здесь, во время Гражданской войны и Южной Конфедерации, заседал Южный Конгресс. Техас не сразу присоединился к Конфедерации, но когда он это сделал, это стало главным зданием Южа, можно сказать. Читал я много статей об этом Капитолии, и в них утверждается, что это здание выше здания в Вашингтоне. Единственное, что в Вашингтонской Капитолии стоит на холме. Капитолийский полн, а Капитолий Остина стоит просто на ровном плотно. Конгресс находится ровно километр по прямой от Университета Остина, где мы были. И ролик про Университет города Остина вы увидите обязательно. На одной из стен здесь написано, что Техас это независимая суверенная республика. По сути, это действительно так. Страна Техас получила даже международное признание. Это единственный из штатов США, получивший такое. Вот, но сейчас уже все понимают силу того, чтобы быть вместе. И на самом-то деле Техас уже давно не собирается ни от чего отделяться. И если здесь говорят о чем-то подобном, то в шутку. Обойдем. Вот так вот, вот с этого ракурса тоже очень любопытно, очень интересно это посмотреть. Вот так вот, если брать вот эту колоннаду, то на Исаакиевский собор чем-то немножко похоже. Хотя, конечно, Исаакиевский собор намного красивее. Никто об этом не спорит, но что-то мне напомнило по архитектурному стилю. А что касается США, мы посещали множество столиц штатов. В каждой из них есть Капитолия. И все-таки в Вашингтоне и здесь самые красивые капитолийские здания. Обязательно, если вы хотите посетить Техас, то остановите свой выбор именно на Остине. Потому что от Остина очень близко находится Сан-Антонио. И вот эти два города, они очень-очень красивые, очень колоритные. И они именно показывают именно вот такой Техас, который мы привыкли видеть в кино. Потому что Даллас и Хьюстон, это все-таки уже что-то другое. Это серость. Да, это какая-то серость, это большие города-парковки, в которых нет вот этой подчеркнутости соединения с историей Техаса и так далее. Это чисто наше субъективное мнение. Я бы сказал, с туристической точки зрения ни Хьюстон, ни Даллас не стоит ничего. Ну, вокруг нас, как вы поняли, парк. Сейчас просто уже ночь, темно. Я решил немножко показать ночной Остин. И выбрал место именно вот этот вот Капитолий. Как вы видите, вот он, даунтаун, светится. Его очень хорошо видно. Во всяком случае, глазами. Да, Остинский даунтаун, это жилой, это не грязный, не захламленный район, да. Потому что американским городам присуще, когда даунтаун, это что-то такое вот for homeless. Офисные какие-то здания, здания, здания. И, как правило... Между которыми живут бомжи. Здесь история другая. Да, здесь история другая. Это чистый, симпатичный. То есть, запросто вы можете в даунтауне останавливаться и в Остине, и в Сан-Антонио. И вы не прогадаете, потому что это будет чисто, это будет безопасно. Не будет столько там каких-то homeless. Единственное, что Остин это достаточно дорогой город. И даунтаун это самая дорогая его часть. Поэтому, если не хотите переплачивать, мы вам еще советуем останавливаться в районах Саус Конгресс или Холли. Ну все, друзья, я дальше не пойду. Мы показали вам Капитолий, Остина. Одну из его главных достопримечательностей. Дальше моя камера не будет снимать, потому что ночь, темно, будет терять фокус. Вот. А так, я надеюсь, вы сделали некое представление об этом городе. Все, всем пока, до свидания. Погода немножко испортилась. Находимся мы рядом с мостом, где летучие мыши. Это одна из достопримечательностей Остина. В этот мост специально заселили летучих мышей. Сейчас у нас март. Они еще спят. Поэтому массово их не видно, но это как одна из достопримечательностей Остина, когда люди приходят в определенное время. Во сколько они здесь вылетают? Ну, когда темнеет летом, а летом темнеет поздно, мне кажется, часов 9. Здесь собирается много туристов и просто стаи мышей вылетают из-под моста на охоту. Да, и это интересно. Видите, это как одна из достопримечательностей. Но сейчас у нас начало марта. Они еще в зимней спячке, оказывается, летучие мыши находятся в зимней спячке. Некоторые говорят, что не спят, но большинство спит. Вот здесь летучие мыши и живут. Их специально сюда заселили, чтобы какую-то создать достопримечательность. Мы вот сейчас видим через мост это даунтаун Остина. А позади нас Конгресс-авеню. То есть вот этот мост проходит, как бы Конгресс-авеню. Главная их улица. Видим, что дорожки, как бы набережная. Люди бегают, занимаются спортом. Так что вот так вот, друзья. Что мы еще можем сказать об этом? Когда идешь под этим мостом, слышны тихие, но специфические звуки. Это пищат мышь. Да, ну давайте пройдем, попробуем. Хотя сейчас не ночь. Но вы можете увидеть там в сувенирных лавках или еще что-то, когда вы посетите Остин, вы можете увидеть летучих мышей. И чтобы вам было понятно, почему. Это не потому, что здесь Бэтмен живет. А потому, что вот одна из достопримечательностей города Остина, это вот этот мост, в котором живут летучие мыши. Я слышу таких, но это не так, да. Тут их огромное просто количество. И когда ты ночью приходишь сюда, вот когда они вылетают из-под моста, все знают определенное время, и просто стая, огромная стая вылетает из-под моста. Два года назад мы здесь были, и мы специально посещали этот мост. И мы своими глазами видели. Это действительно очень классно, когда их стаями, просто большими группами из-под моста вылетают вот эти стаи летучих мышей. Литл Бэтмен. Что-то ты еще можешь сказать про это все? Давайте пройдем по набережной. Еще немножечко мы вам покажем виды города Остина. То есть город Остин, это хорошо приехать сюда на три дня. То есть посетить все эти достопримечательности. Может быть посетить музей Техаса, который вот тоже здесь есть. И окунуться в винтажную атмосферу, действительно необычную. С любовью специально созданную. Здесь также есть общественный бассейн, который мы тоже посещали. Очень интересное место. Но, к сожалению, сейчас не сезон марта. И нам сказали, что бассейн он закрыт. Мыши летучие спят. То есть все-таки нужно сюда приезжать, когда есть сезон. Большой общественный бассейн в винтажном стиле сделан на основе природных ключей. Это еще одна из достопримечательностей. Я не знаю, успеем мы ее посетить, не успеем. Но если посетим, то вы обязательно это увидите. Еще вокруг этих ключей водных ездит винтажный паровозик со знаками Техаса. Вот, как видите, можно здесь взять катамаран. Но они их называют waterbikes. И вот он, Остин, затянут тучами в преддверии дождя. Самый любимый людьми и самый дорогой город Техаса. Самый любимый, самый дорогой. И, конечно, птицы, которые безумно-безумно шумные. Особенно по утрам. Мы сняли дом, и с утра они нас будят. Постоянно вот эти птички. С электрозвуками у них все хорошо. Не знаю, слышите вы, нет? У нас звук такой, конечно, необычайно громкий, так скажем. Соловьем не назовешь. Да, соловьиными трениями. Это какой-то, как будто компьютер, да? С крестившейся компьютерами. Да, с какими-то сигналами. Сейчас будет тоже интересно. Пройдем еще с одной стороны. Вот, видите? Особенно дерево. Хотелось черепах вам показать еще. Они здесь везде, во всех заводях. Здесь, да? Давайте вот мы вам покажем все-таки черепах. Вот это wild, то есть дикие. Дикие черепахи. Раз, два, три. Три черепахи. И там вот впереди еще, если дальше вот смотреть, я сейчас приближу, тоже черепахи. На всех камнях. Да, на всех камнях буквально. Был бы камень, был бы черепах. Да. А то и треть. То есть такой черепаший рай. Если горный Алтай, это у нас рай коровьих лепешек и коричневых камней, то это рай черепах. Черепаший рай. Вот зашли мы, значит, тоже такой интересный там будет арт-проект. А здесь вот мы видим отдыхающих. Очень много здесь водных видов спорта. Развито, несмотря на то, что океан далеко, им хватает и реки Колорадо. Да. Вот видите, на лодках, на таких специальных. Приятно, симпатично. Куча арт-проектов каких-то определенных. Это, собственно, и есть арт-город. Они это продают буквально. Надо отметить еще раз, что Остин это исключительный город штата Тексис. Не думайте, что в Тексисе все такие города. Нет, это единственный город, который вот так вот себя пропагандирует, вот так вот он себя раскручивает, вот так он себя продает. Позиционирование. Да. То есть все остальное, вот видите, есть композиция 2016-го. Я, кстати, уже видел, что здесь играют дети, поэтому этой штукой можно пользоваться. Смотрите. Да. Видите, можно сесть. Это такие какие-то веревки и как сети, сплетенные в холмы. Дети, я видел, катаются по ним, как по горкам. Да. Сейчас мы давай еще пройдем немножко. Давай спустимся вот туда, да? К реке. Или вперед пройдем? Я за вперед. Да. А это вот мы пришли в музей под открытым небом. Вот одна из достопримечательностей города Остина. Вот примерно так это все выглядит. То есть графики и вид на город Остин. Вообще надо признать, что движение в штате Техас отличается от калифорнийского. Если вы переходите дорогу, даже по зебре, конечно, будьте осторожны, потому что техасцы, они чем-то похожи на нас из России, кто считает, что люди не должны мешать машинам даже на зебре или там на каких-то пешеходных переходах. То есть здесь Техас в этом плане отличается. Будьте осторожны, когда вы гуляете. Это вот вид на Остин. И сейчас мы подойдем. Подойдем, покажем вам весь этот арт. Вот, видите, как называется Hope Outdoor Gallery. Одна из достопримечательностей. Как бы еще раз нужно сказать, что Остин стремится быть арт-столицей. Она, Остин, это официальная столица Техаса, так скажем, но в то же время они еще и стремятся быть как бы артовской, неформальной столицей Соединенных Штатов Америки. И они все для этого делают. Видите, какое лицо. Love. Наверное, конечно, не получится вот так вот все, все обозрить, все достопримечательности Остина. Видите, продолжают рисовать, здесь можно рисовать. на этих стенах оставлять свои графики, оставлять свое творчество. Но, я думаю, из тех роликов, которые мы уже сделали и о университете Остина, и о галерее под открытым небом, и о конгрессе, и о набережной, вы уже можете составить представление об этом городе. Единственное, что у нас не получилось показать, это бассейн под открытым небом, общественный бассейн. Ну, это просто запружено одно место от реки, он чистый, мы два года назад купались в нем, но сейчас, как бы, у них официально зима, это март, мы в марте здесь находимся, и поэтому, получается, что бассейн, он был закрыт для общественного доступа. А так, есть еще вот такая достопримечательность, что можно приехать сюда и искупаться вот в реке, где специально это все оборудовано для этого. Также у нас не получилось, да и вообще бы не получилось показать, как вылетают из-под моста летучие мыши огромными стаями, потому что, опять же, нам сказали, что мыши спят в это время, хотя мы видели это два года назад, мы приехали летом, и у нас получилось это увидеть. Ну, опять же, я думаю, ночью навряд ли бы вы что-то увидели, но это такой мост, и куча-куча летучих мышей из-под него вылетает. Мы сняли ролик уже и показывали этот мост, но мышей ночью, конечно, показать очень-очень сложно, но это тоже очень город Остин с высоты птичьего полета, ну, маленьких птиц, которые летают. С высоты полета художественной фантазии, я бы сказал. Да, это под нами арт-галерея, вы в Перископе со мной были, видели это все. Мы отключили трансляцию, сейчас снимем на хорошее качество, и писали там и Челябинск на этих стенах, и Маша, и Баташ там, по вашим запросам. А это вот город Остин, его весь видно, вот это вот конгресс, достопримечательность, вот здесь вот находится, вот здесь вот в этой точке, университет города Остина, это даунтаун, вот эта вот часть, и там течет за ним, как бы немножечко, река Колорадо. А это арт-галерея под открытым небом, города Остина. Все очень прикольно, можно прийти, порисовать, все усеяно граффити, все усеяно какими-то инсталляциями, инсталляциями, вон человек еще рисует, продолжает что-то. А самое интересное, что оставляются баллончики, в том числе и для вас. Ну, краска остается, так скажем. Все, друзья, до свидания из арт-галереи. Субтитры создавал DimaTorzok